Прошло 11-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня, помимо вопросов, связанных с преобразованием района в городской округ, рассматривалась программа приватизации муниципального имущества округа на 2020 год и ряд вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета. Большинство пунктов повестки заседания касались процесса преобразования муниципалитета из района в городской округ. Это довольно непростая задача, связанная с массой юридических тонкостей. На нынешнем заседании депутаты утвердили во всех поселениях так называемые промежуточные ликвидационные балансы. Это часть процедуры ликвидации Советов депутатов муниципальных образований, которые в настоящий момент упразднены. Мы пока находимся в неком режиме повышенной готовности. Все заседания проводятся в режиме ВКС. Пока мы не сможем собрать депутатов. В любом случае, я считаю, много решений принято достаточно знаковых. Это и поправки в бюджеты поселений, приводили нормативную базу по бюджетному процессу в поселениях. Также депутаты утвердили программу приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа на 2020 год. И рассмотрели документ, устанавливающий плату за наем жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.